В качестве одного варианта мы можем долго и много рассуждать хард-трефока и его инфекции. В качестве второго варианта мы можем быстро пробежаться по тому, что было в прошлый раз, немножко с другой точки зрения, рассмотреть спины, а потом сделать небольшую интерлюдию и чуть-чуть поговорить об алгебраческой топологии, потому что она нам потом, надеюсь, понадобится. Совсем чуть-чуть, так базовое понятие. Один часик, кому какое расстояние. Да, я сам понял. Ты так сказал, что когда-то себе было гудно, а когда-то весело и быстро, потом еще надо. Сколько у нас это время? Ну, часик по полтора. Да. Полчасика на хока и химию, и часик на топологию. Ну, давай. В прошлый раз, два завтра, три движения. Я понимаю. Да. Движение форно-путенгеймера. Да. Молекулярное пространство форно-путенгеймера. Уравнение руталом, наверное, да. Молекулярное пространство форно-путенгеймера. Молекулярное пространство форно-путенгеймера. В основном взгляд с форно-путенгеймера был не очень очевиден. Давайте его немножко по-другому ставим. Молекулярное пространство форно-путенгеймера. Тут можно пойти к дворякам. Можно сначала понять, что такое вообще адиапатическое приближение, что такое адиапатический процесс и диапатический процесс. Можно сначала рассмотреть формализм в качестве молекулярного применения всей этой фигни и потом пальцами сказать вот здесь вот адиапатическим. Давайте, наверное, по первой схеме пойдем. В принципе, возможно, если у нас есть какая-то система, которая зависит от времени, описываясь каким-то гоминтонианом, зависящим от времени. У нас, возможно, разная ситуация. С изменением гоминтонианного времени связан некий характерный масштаб энергии. Как всегда. При этом, чем быстрее он меняется, тем выше этот характерный масштаб. Естественно, у нас есть некий набор экспертов собственных состояния этого гоминтониана. Если энергетический масштаб, связанный с изменениями, больше, то мы можем перескакивать между элементами спектра при изменении. Если меньше, то не может перескакивать. При этом, скажу, если у нас есть какая-то система, например, просто частица потенциала. Мы можем рассмотреть два определенных случая. Если у нас был один потенциал, то мы перешли к другому потенциалу. У нас есть некая функция координаты времени. Это начальное состояние, начальный момент времени и конечный момент времени. Мы можем рассмотреть такой переход, который случается за неприжимом малое время, мгновенно, очпок и перешло. И второй, который совершается почти за бесконечное время, так медленно, нудно. В случае, когда очпок и перешло, ну, эфиристически понятно, что само состояние при этом не поменяется, когда у нас быстро изменился потенциал. То есть, скажем, если у нас здесь был собственный, то есть здесь мы находились в ground state, то мы и здесь будем находиться в том же ground state. Естественно, при этом, поскольку это состояние не является уже ground state для вот этого потенциала, то есть эти функции в точности одинаковые, она вот как-то начнет революционировать, вот пойдут в область, и реально это состояние, собственно, не будет. Это то, что мы называем диабатическим пределом. Второй предельный случай – это адиабатический предел, когда мы понимаем функцию очень медленно. При этом можно показать, что при этом изменения мы останемся на том же элементе спектра, с которого мы начинаем. мы можем это сообразить таким образом. Имам, а здесь к лазик-классика применимого в втором случае? К лазик-классика, ты имеешь в виду ВКБ приближение? Ну да. Применимого к чему? К второму случаю, ну то есть к изменению потенциала. Ну, в смысле, применимого к чему? Что ты с помощью ВКБ хочешь считать? О, а изменение угни, наверное, не на примерах? Нет. Ну, то есть у ВКБ уровень энергии – это бессмысленно, что ли? Вон. ВКБ вообще формулируется на неком бэкграунде, который у тебя есть. То есть у тебя есть потенциал, и ты в основном сможешь делать вхождение. ВКБ – это фактически такой способ посчитать функцию грима. Приближе нам. А здесь мы немножко по-другому говорим. То есть мы можем рисовать вот такую вот диаграмму. Это время, ну, параметр, по которому мы изменяем эту штуку. А это уровень энергии. Ну, в случае гармонического осциллятора мы ожидаем что-то такое, которое расширяется. Допустим, вот это конечная материя. При этом состояние, которое соответствует этим уровням, они разные. То есть они от Т зависит. Для нулевого, то есть вот это базовое состояние, в нулевой момент времени оно такое, а в конечный момент времени оно такое – разъехалось. Но теперь, если мы приготовим систему в этом состоянии, будем ее очень медленно двигать, очень по сравнению с неким характеристическим масштабом, ну, то есть масштаб изменения потенциала, этой энергии за какое-то характерное время, не должен превышать зазоры между уровнем. То мы останемся на этой траектории и будем двигаться. Если мы начнем с какой-нибудь суперпозиции этих штук и будем медленно двигаться, то мы так на этой суперпозиции и останемся. И так далее. Если мы будем двигаться быстро, то у нас функция разъедется в суперпозицию. Получим и то, и то, и то, и то. Естественно, глиматический осциллятор мы адиоматически до конца не можем раздвигать, потому что эти уровни все стремятся синтетически друг к другу, и любая скорость при раздвижении до бесконечности этой штук будет слишком большая, потому что рано или поздно мы начнем перескапивать. То есть основная идея в том, что есть достаточно низкая скорость, при которой мы меняем индексы состояния. То есть мы можем пронумеровать первое, второе, третье, первое, второе, третье. И при очень малой скорости движения, если мы начинаем в втором состоянии, то мы и заканчиваем это состояние. Какое отношение это имеет к малейкулу? Давайте немножко форму попавчим. У нас есть некий муллибулярный гамметниат, который мы можем представить таким образом. Ядерная генетическая энергия, электронная генетическая энергия, потенциал ядерного взаимодействия плюс потенциал электронного взаимодействия плюс потенциал электронно-ядерного взаимодействия. Форма этих выражений я вам понятна, они можно написать. Теперь мы можем разбить этот гамметниат на два. Мы можем рассмотреть такую штуку, He, которая будет равна, просто, вот этому, и такую штуку. При этом He само по себе зависит от Я. Ну, то есть, He действует и на ядерное состояние, и на электронное. Если мы забудем про то, что оно действует на ядерное состояние, будем рассматривать его просто как функцию ядерных координат. Аналогично. То есть, мы фиксируем какие-то ядерные координаты. У нас фиксируется вид ВМ и ВМЕ относительно центров. И мы решаем относительно этого R. Уравнения шведового права. И если надо что-то еще, то мы получим некий полный базис электронных функций. Это чисто электронная функция от R, она зависит от параметрии. Ну, вот, мы можем написать, что она зависит еще от электронных координат. Это просто усложнит нотацию реально по сути. Теперь, поскольку у нас есть полный базис, то мы к нему можем разложить любую функцию. Давайте вообще функцию всей системы разложим по этому базису. Диафиатера – это просто какие-то коэффициенты. Мы их будем называть ядерными волновыми функциями, но здесь они выполняют функцию просто коэффициентами. Вместе с тем, что мы можем проинтегрировать по электронным координатам. Вместе с тем, что мы можем проинтегрировать. Что у нас получится? У нас от термала HM не зависит. HE зависит от термала. Поэтому после интегрирования используем. Продолжение следует... Что у нас находится в HE и в HM? HM у нас есть много всяких термов, они определяются видом вот этих функций. То есть фактически HM это ядерная генетическая терминология. То есть это производная вот этих вот штук. Внутри HM у нас есть диагональные штуки, которые... Есть в ней диагональные штуки. Поскольку вот эти функции не являются собственными функциями t, у них никаких причин к этому нет, они вообще получились из-за этого галлитинамы, а галлитинамы никогда не было. То все средние значения об этих штук могут быть в ней диагональных компонентах. Вот эти средние значения для этого галлитинамы называются регуляционными константами связи. Ну и регуляционных компонентов по-английски называется. Они обычно... То есть их обычно очень проблематично вообще как-то считать. Это как раз вот та часть, которая сильно не агербатична в уравнении. Остальные компоненты значительно проще. То есть HE это вообще собственное значение. С ним у нас никаких проблем нет. Давайте посмотрим, как у нас выглядит полностью член HM. Мы можем обратить внимание, что импульс, оператор импульса ядерным с оператором по какой-то оси. Это просто минус I D D T. Соответственно, оператор кинетической энергии это... по квадрат на квадрат на квадрат. Вот, то есть это сумма по всем альфа. И N и АВ. И вот теперь, если мы это поставим сюда... то мы видим следующее. Первое. То есть мы просто... это оператор дифференцирование. Мы дважды дифференцировали. Применяем его вот к этой штуке. Включаем следующее. У нас есть... здесь член вида... навод по граффи отеля. Это просто ядерная кинетическая энергия. Есть такой шлем лестницы. Есть П капа на П фи. Есть еще член фи по квадрате капа. Вот этот член, это как раз то, что... То, о чем я говорил две минуты назад. Это вот сильный, не диагональный член департационной связи. Которые мы обычно можем опросить. потому что они достаточно много. Вот эта штука... В принципе, там и ла. Дайте мне сейчас какое-то значение. Т.е. нас интересует фактически вот такой матричный элемент. Ну, т.е. это не матричный элемент, но и ла. Если вот эта штука будет мала, то вот этим элементом не диагонально можно было перебречь. Не диагонально, ребята. Матричный элемент этого оператора H. Матричный элемент этого оператора. Это просто ДХ. Сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Понятно, как оно творчество? Понятно. Почему наш первый был выход, а потом стал учет, что... Потому что... Подставлено. Да, это просто... И даже это... Это, на самом деле, просто... Вот такой обычный элемент. Ну, вот в этом разложено. Это оператор-то был в баракетах. Где? Оператор в баракетах. Не забыл, там есть... Мы просто это поставили сюда. То есть, естественно, с одной стороны, T это... Фи большого. Т, Фи большого. С другой стороны, если мы теперь поставим сюда выражение для Фи большого, то мы получим этот. Еще есть предложенную... Фи... Сейчас начнем. Значит, мы еще и элемент по функции, которые мы уже нашли, которые мы не хватили с... Фи большое, это решение, это точное решение, которое мы ищем. Вот это чисто электронное решение, это коэффициент разложения, которое мы называем верхним решением. И мы просто подставляем гранатинян и явно обчисляем матричные элементы. Вот этот член, по-моему, обычно мало кто придется, наверное, проверить масло. Я не хочу показывать вам малость. Иногда немало тогда используют, как я уже сказал, некую процедуру, которая называется диагонической коррекцией, которая переходит к любому базису вот этих функций, так что вот эти элементы становятся исключительно диагональными. Но вот это нас не сильно интересует, нас больше волнует вот эта штука. Вот эта штука, оценку для величной этой штуки можно получить очень просто. Вот эта штука, оценка для величины. Вот эта штука, ну, это можно очень просто получить, если мы посчитаем матричные элементы вот этого коммутатора. Просто по определению матричных элементов этого гаментиняна. Ну, то есть капа – это, собственно, дыра электронного гаментиняна, они дают нам эту энергию, и у нас получается такое выражение. Вот, и здесь мы как раз видим, что у нас важный параметр – это зазор между уровнями. Вот, фактически, ну, можно явным образом посчитать этот коммутатор, ну, точнее, этот матричный элемент. Он будет равен интегралу капа, ну, тут будет просто единица на, так, в кубе электрона. Потому что единственный член, который здесь выражает, у нас объединение генетической энергии с импульсом коммутирует, поэтому они просто выпадают из этого коммутатора. Не коммутирует, а импульсом только потенциальные члены. И вот единственный потенциальный член, который у нас остается – это вот такая вот штука, она дифференцируется. К операторам права у нас получается и откуда. А вообще откуда эта форма у нас коммутатора? Я же объясню. Это просто, ну, если ты возьмешь вот этот матричный элемент и явно его посчитаешь, ты можешь коммутатор просто записать как-то H-H-E, подействует H-E-H-E-A, подействует H-E на эти штуки. Они, собственно, они будут из биологии, и все. Тогда получится эта форма. Вот, то есть вот, если вот эта величина достаточно мала по сравнению с зазором между уровнями электронными, то мы имеем о диаброгическом случае. Мы привлекаем всеми диагональными элементами, у нас нет связи между разными уровнями, и каждое собственное состояние электронно эволюционирует по своей траектории, то есть по той траектории, которая является одним собственным. Это можно изобразить таким образом. Если у нас есть какие-то электронные координаты, то есть для того, чтобы было, чтобы мы двигаем ядерные, на протяжении электронных координатов, а это электронные уровни энергии. Мы двигаем ядер и считаем, собственно, энергию электронную, то мы будем видеть, что это такое. То есть, фактически, если мы молекулы рассмотрим, Здесь атом, здесь атом. У нас есть какой-то потенциальный минимум электронный, здесь мы на диаграмме можем быть вот здесь, в этом месте. Дальше, если мы будем растягивать эти атомы, то пойдем куда-то сюда. Если мы будем атомы заближать, мы пойдем куда-то в другую сторону. И вот мы имеем такую сложную функцию из трианг-координат. Это атомная координат. То есть мы имеем функцию трианг-координат для числа атомов, которая нам показывает, как у нас меняется электронная энергия в зависимости от конфигурации. Давайте итак! Субтитры создавали. Первое, что делать такую информацию, какую-то сигналgram, чтобы мы не перейдем в телеграмме. У нас есть все, что мы делаем для диаграммы, которые мы делаем с помощью электронной части. Мы воздействуем в течение утрата. Я бы пошел в последнее время, когда мы считали, что электронная часть действия. Поскольку оно образует полный базис, мы по нему можем разложить вообще всю функцию. Мы раскладываем по ней всю функцию и подставляем ее в полный гамминтониан. И дальше видим, что в полном гамминтониане у нас есть электронная составляющая и ядерная составляющая. Причем с электронной составляющей все просто. Электронная составляющая генерирует только диагональные элементы. А с ядерной составляющей все чуть-чуть сложнее. Она генерирует как диагональные элементы, так и не диагональные элементы. То есть там есть не диагональные матричные элементы. И мы просто показываем, что в большинстве случаев, которые нас интересуют, мы этими не диагональными элементами можем пренебречь. И у нас получается просто очень просто выравнение. То есть фактически мы можем решать на два шага. Мы можем найти, если у нас нет диагональных элементов, значит у нас нет связи в диагональных функциях. Мы можем просто найти решение электронное. А причем параметры это радиус между уровнем? То есть точно не знаю. Да. Ядерно об этом бывает. Малость вот этого параметра относительно вот этого параметра. Этот параметр это фактически градиент потенциальной энергии. Ядер. Ядер, да. То есть если мы ядро сдвигаем чуть-чуть и у нас энергия изменяется очень сильно при этом, электронно, то адиабатическое приближение не работает. Если мы ядро сдвигаем чуть-чуть и у нас энергия практически вообще не меняется, то адиабатическое приближение работает. Вот как раз здесь вот этот момент. То есть мы можем предположить, что вот здесь адиабатическое приближение работает, а вот здесь оно вообще говоря может уже нарушиться. И здесь мы можем получить перископ. То есть обычно, когда мы, скажем, в молекулярной динамике двигаем ядра, после того, как мы посчитали электронный, электронный ингредиент, она должна подвинуть ядра. Вот здесь вот мы можем ядро двигать просто без боязни, мы знаем, что они в собственном состоянии останутся, потому что у нас очень большой спектральный залог. То здесь мы можем налететь на такую проблему, что у нас функция перестанет быть собственной, расчетиться надо, то есть она пойдет и сюда, и сюда. Это частая проблема, это вообще встречается всегда, когда мы какие-то адиабатические приближения делаем. Например, есть такая тема с адиабатическим флантовым компьютингом, там тоже влезет. То есть вот всегда, когда у нас есть очень близкий кроссинг, то если мы слишком быстро проходим, или в данном случае параметры скорости, параметры градиента и атомной энергии, то мы можем получить проблему. Вот, то есть основная идея, еще раз, заключается в том, что мы развиваем глинтониан на тот, который как-то зависит от электронов, и от электронов не зависит вообще. То есть этот зависит от электронов рат ядр, но этот от электронов не зависит. Мы можем найти собственную функцию вот этой штуки. мы можем по ним разложить собственную функцию, вообще всю, которую мы хотим. И дальше мы теперь можем поставить вот это сюда, вспомнить, что у нас операторы импульса, это минусы dpd на dpd . Продиференцировать и увидеть, что вот эта штука полностью диагональна относительно фильму. То есть мы вставляем это сюда, интегрируем все электронные степени свободы, убираем их, потому что мы хотим найти вот эти штуки. интегрировать по ним очень просто, потому что они просто нормированы, они всегда дают единицу. И поскольку вот эта штука является собственной функцией вот этой штуки, интегрирование по ней всегда даст единицу. то есть если вот эти элементы, это просто dj, потому что просто по определению это ее собственная функция. а вот эти элементы, ну то есть это не просто dj, это dj на dj. то есть здесь мы просто, вот когда мы этим подействуем, ну то есть вот этим подействуем на это, мы получим просто сумму еретовых фильтров. Это сила, которая действует на ядре. то есть вот эта штука дает силу. а вот если мы подействуем этим на это, то мы там получим три члена. Первый член, это кинетический оператор, действующий на фирм. Он диагонален. Поскольку в физио есть только каптер. Второй член, это кинетический оператор, действующий чисто на капа. Это как раз вибрирование капнем. И третий оператор, это импульс сюда и импульс сюда. А вот импульс сюда мы видели, что просто от зазора зависит. Как раз то выражение с кинеталки. Вот. И если вот эти последние операторы, молни, два, которые имеют недиагональные элементы, мы их просто выбрасываем, рассматриваем только диагональные элементы, и поэтому у нас в уравнении рассыпается. То есть здесь фактически эта сумма исчезает. И мы можем рассматривать просто как произведение двух штук. Электронный и ядерный. То есть у нас нет связи между ядерными состояниями. И дальше мы можем использовать такой цикл. Мы можем рассчитать яита и капа. Дальше мы отсюда можем получить условные силы, которые действуют на ядра. Дальше мы можем продвинуть фи по времени. Чуть-чуть вперед, благодаря этим силам. Дальше пересчитать вот эти штуки. Просчитать, продвинуть. Ну и вот это вот получается популярная динамика. Вот так называется. Born of Engamer. Молекул в данном месте. Вот, понятно? Ну и вторая штука как раз, собственно, с этим, которую я хотел обсудить. Это то, что мы в прошлый раз вообще не обсудили спину. На самом деле, обычно, в отсутствии магнитного поля, решение для молекул, кроме того, что является собственными функциями Эминтониана, являются также собственными функциями спина. Ну и заодно какой-нибудь проекцией вон какую-нибудь оси. У нас, возможно, несколько ситуаций. Мы можем рассматривать систему с четным количеством электронов. Ну скажем, четное количество электронов. И можем рассматривать систему с нечетным количеством электронов. То есть, в одном случае у нас 17 электронов, в другом у нас 18 электронов. Ну, мы можем рассматривать какие-то такие системы, где у нас электронов больше, чем у нас и так далее. Здесь у нас возникают проблемы. Вот то приближение, хард-трефокунт, о котором мы говорили, оно подразумевает то, что у нас спиновое состояние заполнялось равномерно. То есть, когда мы считаем состояние сепарабельным и представляем просто координатную крайнюю функцию в виде детермината, мы считаем, что вот у нас есть условно какой-нибудь набор молекулерных арбиталей. Это спина вверх, это спина вниз. То есть, у нас здесь электрон, здесь электрон, здесь электрон, здесь электрон, здесь электрон. И мы вот так вот придется заполняться. Это можно сделать потому что количество электронов четное. Если у нас нечалканное количество этих продуктов, то мы можем заполняться либо вот так, либо вот это состояние, но у него обычно не тот спин, который мы ожидали наблюдать. Второй вариант, как мы можем заполнить, это вот так, но у этого состояния та же проблема. Поэтому обычно у нас, ну, то есть из экспериментального соображения, у нас интересуют либо такие состояния, ну, либо состояние с минусом. То есть это минус это, либо это плюс это. Вот когда мы записываем прибеженную волновую функцию относительно, которую мы решаем в таком виде, мы говорим о так называемом restricted open shell act refog метод. То есть мы просто форсим то, что у нас есть одинаковый набор заполненных состояний со спинами вверх и со спинами вниз. Поскольку нам куда-то надо спин засунуть, мы просто знаем экспериментальное значение момента импульса, мы можем использовать либо состояние с нулевым импульсом, с нулевым моментом, либо состояние с игручным моментом. И просто вот эту штуку поставить туда вот в уравнение рутана и минимизировать ее. На самом деле здесь есть никакая проблема, потому что утверждение о том, что функция является собственной функцией оператора спина, оно вверло только для точной функции. А мы рассматриваем приближение хард-форка. И не факт, что вот основная спораживаемая часть действительно должна быть симметрична относительно оператора спины. В смысле, действительно должна быть его собственной функцией. Поэтому вот этот метод, несмотря на то, что он дает точная спина, он обычно дает достаточно высокие энергии и не очень правильное состояние с точки зрения поведения спины. То есть, если мы, например, хотим танзора яймар экранирования, этот метод не очень хорошо работает, потому что так получается. Поэтому мы можем использовать другой метод, который называется Unrestricted OpenShield Arterfault. Он, в принципе, гораздо проще, идея. Он говорит о том, что мы вообще никаких ограничений не накладываем. И заполняем, как заполняется. Это вот, собственно, в точности то же самое, что было в прошлый раз. Мы на спину не обращаем внимания. И просто рассчитываем собственные энергетические состояния, как они заполняются. То есть, это в точности то же самое, что с полностью заполненными шелами. Только когда у нас полностью заполнена шелами, мы можем чуть-чуть вычисления сократить, зная, что у нас электроны симметрично сидят. И мы можем посчитать вот эту штуку и просто ее уводить вот на эту штуку. Здесь мы просто считаем каждую деталь антенну. Дима, а если вообще всего электронов много, например, давайте выкинем один, чтобы их стало чертное число. Что-то сильно изменится? Да, конечно. Ну, то есть, вообще... Ну, как бы много, это там несколько сотен хотя бы. Но они же не так сильно влияют взаимодействие. Ну, тогда плюс-минус один может быть не так сильно влияет уже. Ты имеешь в виду, что выкинуйся? Ну, выкинуть один ряду, который нам мешает, например, вообще. То есть, выкинуть один... Один ты не можешь выкинуть. Один – это очень большое изменение, оно сразу меняет спину. Ты можешь выкинуть два. Два ты можешь выкинуть, но не все только просто с двумя. Поздавить немножко на один час. Если ты выкинешь два, то вот, допустим, у тебя есть какие-то уровни. Ну, какие-то собственные состояния. Раз, два, три, четыре. У тебя есть какой-то гематинем, который у тебя есть. Он пришел к тебе с высоты. Ну, просто такой, как есть. Вот. И ты, минимизируя свои... Ну, то есть, решая эволюционную задачу, нашел вот эти уровни. Теперь, если у тебя много электронов, то есть, уровень заполнен, 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 заполнен. Ты теперь выкидываешь, скажем, электрон сверху. Ну, часть электронов сверху. Естественно, это приводит к тому, что эти матрицы фока меняются, эти уровни чуть-чуть сдвигаются. Как-то. Ну, скорее всего, они станутся пониже. И ты заполняешь нежное состояние и получаешь совершенно другую картину. Потому что у тебя здесь был электрон, здесь электрона нет, а вот этот зазор, он огромен. Он для химии, он огромен. Поэтому просто так ты выкинуть не можешь. И, ну, тебе надо еще поменять гамитониал. Вот. Способ поменять гамитониал называется всем потенциалов, которые мы еще будем обсуждать. Но... То есть, нужно менять потенциальную функцию, чтобы так делать, иначе ничего не колочится. Я тоже говорил, вот немок предыдущих, а мы получаем функцию, которая будет зависеть только от кардиона от ягер, которые мы потом варьируем. Но там получается, как ты сказал, 3M кардион от ягер, но если ягер достаточно много, получается очень много переменных, которые нужно варьировать. Это не слишком сложно, или это? Для геометрической организации нет, потому что, если ты вспомнишь, что мы делаем, мы минимизируем электронное состояние, дальше вычисляем градион, потенциальный. А, ну тогда. Мы минимизируем по своему мнению. Ягер при этом мы считаем практически увеличивающейся. Ну и опять же, на этой же волне обычный метод hard refocus, который для системы с закрытыми оболочками применяется, называется просто быстрый метод hard refocus. Ну или cost shift hard refocus. Я вообще не знаю, может быть, это не может быть какого-то общего мнения. Ну там, на этой же волне. Ну, это так просто, чтобы вы не знали, что это за аббревиатура. Open restricted, open shell, non-restricted, open shell. То есть, еще раз, в restricted методе мы считаем, что у нас есть конкретное какое-то спиновое состояние с определенным спином, ну, с определенным квадратным спином. То есть, например, то, что называется синглетом или триплетом. И в зависимости от этого конструируем нашу конфигурационную функцию, разложение по сепарабельным функциям по соответствующему образом. То есть, у нас функция уже не сепарабельная, а имеет два коррелируемых состояния. А unrestricted метод, это когда мы вообще нас при внимании не обращаем. При этом у нас энергии получаются обычно чуть ниже, но проблема в том, что у нас реальные функции уже не являются собственными функциями с квадрат, и это вызывает много спектроскопических проблем. Окей, вот, наверное, все, что я хотел вам рассказать. Какие-нибудь вопросы есть? Еще. Окей. Ну, я думаю, что что потом с этим делать можно, мы касаться не будем сегодня. Слушай, кстати, вот смотри, мы сейчас много беседовали про спины, однако гамильтаниане это никак не отображает. Да, в том-то и дело, что нерелятивистские гамильтанианы, они не имеют спиноорбитального взаимодействия, в принципе. Поэтому это взаимодействие спинов еще, например, тоже. То есть, как бы там достаточно много выкинуто. Да. И в том числе, это же электронный релятивистский. Да, потому что мы используем нерелятивистские приближения. В принципе, мы можем использовать гамильтанианы со спиноорбитой дополнительно. Это, естественно, вводит дополнительные операторы. И наш хардовый фокус сложняется. Потому что у нас есть действительно спиновая связь. И это добавляет некие факторы. Но к примеру, релятивистской динамики это не важно. То есть, у нас тут спиновых операторов нет. Гамильтаниане. То есть, спин проявляется только как некий фактор, который нам позволяет расширить симметрию состояния. Окей. Все. Ну, по поводу практических применений, я думаю, что мы их касаться не будем. Мы в прошлый раз по-моему прошлись. Думаю, там все достаточно просто. Ну, окей. Можно, я думаю, перейти по второй части. Хорошо. Это некая интерлюдия математическая, которая, возможно, если бы мы доживем до окончания, нам понадобится. Собственно, субъект, объект, который нас интересует, это там злама гибраючинская топология. Кто знает, что это такое алгебра, что это такое павла? Я думаю, что, допустим, все мы уже верили, просто не знаешь. Хорошо. Кто знает, что это такое алгебра? В общем, здесь все скидки, это какие-то штуки, которые самоубийствуют на лошадь, в которых есть операции здорового рабочего. Да, это изучение неких структур с атомными операциями. Я угадал. А что такое? Топология? Электрохимистов тут там может сделать. Топология, это раздел геометрии, который изучает определенную форекс. И варианты. Я, честно говоря, не хочу взрываться в определение непрерывности. Оно, на самом деле, очень просто. Идея в том, что если вы сделали отображение, и у вас получилась открытая окрестность, то и правообразом открытой окрестности должно являться объединение открытых окрестностей. Но реально это все нафиг нам не нужно, потому что, по-моему, определение непрерывности довольно инклюзивное. что такое геометрия? Тоже область, которая изучает некое все свойства объектов и прочих взаимодействия. Да, в первом приближении, как я правильно сказал, это некая такая наука, которая изучает свойства точек. И связи между ними, на самом деле, это все не совсем корректно, потому что есть некомутативная геометрия, скажем, в которой точек нет. ну, можно считать, что открытых учатся. Первый, который у нас, с которым мы можем начать, такой экономический пример из этой штуки, это эгеровая характеристика. Все знают, что такое эгеровая характеристика? Да. А что мы там переделали? Эгеровая характеристика, такая вот штука. Эгерова. Эгер такую. Эгерова. Я, наверное, вот так вот писал. Утверждается, что это выполняется для выпуклых многограммиков. Ну, это такие штуки, которые... Как бы, мол, рассекаешь плоскость, а она не должна быть... Да, состоят из гранек. Так вот. Оказывалось, что это выполняется не только для выпуклых многограммиков, но и для некоторых волнных многограммиков. А для некоторых почему-то не выполняется. То есть вот как-то для некоторых выполняется, а для некоторых не выполняется. И интересно, что если в многограннике есть дырка где-нибудь посередине, то это выражение перестает выполняться. А если дырки нет, то даже если он не выпуклый, ты можешь где-то там какой-нибудь большой многогранник и вмять его часть. Ну, то есть ты мужу односвят. Ну, короче. Что такое дырка в многограммике? Ну, вот, мне кажется... Мы сейчас и будем разбираться, что такое дырка в многограммике. Ну, вот, мы смотрим, например, на варку вот такой многограммик нарисуем. Ну, короче, торож многограммик этот многограммик. Ну, почти. Треагулированный торож. Вот. У него можно посчитать Эдлерову характеристику. Если мы его посчитаем, то мы увидим, что оно не два. А сколько? Ноль. Одной, да. Так вот. Оказывается, что Эдлерову характеристику – это часть более общей схемы. Ну, то есть это частность очень более общей вещи. Эта общая, более общая вещь называется гомологический мурят. Ну, это просто гомология. В чем дело? Давайте начнем с чего-нибудь очень простого. Представьте себе граф. Граф – вот такой набор точек, соединенных ребрами. Например, такой, да. У нас ребра могут быть, а могут не быть. То есть, например, мы можем этот ребра уголить и его только и выбирать. Давайте теперь положим, что у нас ребра направлено. Просто нам захотелось направлено прямо. Теперь давайте создадим какое-нибудь векторное пространство, которое характеризует, какие у нас ребра есть, а каких нет. У него будет базис просто из ребер. То есть, здесь будет Е1, например, Е2, Е3, Е4, Е5. Если мы рассматриваем только вот это ребро, то у нас Е2. А мы все будем считать независимым ребром? Да. Если мы рассматриваем вот это ребро и вот это ребро вместе, то это Е2 плюс Е4. Понятна логика, да? При этом мы можем рассматривать разные конца. То есть, мы можем рассматривать такую штуку, что Е2 в ту сторону. Это плюс Е2. Е2 в эту сторону это минус Е2. И Е2 отсутствует, это 0 Е2. Вот. То есть, у нас есть три варианта. Три варианта коэффициентов в этом векторном пространстве. Минус 1, 0, 1. Это кольцо. Ну, то есть, мы можем записать операцию умножения. Ну, на 0, 1. Умножается на единицу. Умножается, в принципе, на минус единицу тоже. Ну, и сложение. То есть, если мы складываем 0 с единичкой, мы получаем единичку. Если мы складываем 0 с минус единичкой, мы получаем минус единичку. Если мы складываем единицу, то есть минус единица. Мы получаем 0. Это довольно логично. Если мы взяли ребро направленное туда и ребро направленное туда, то они как бы омегулируют, то у нас получается не ребро. А один с единицей мы сложить не можем? Один с единицей мы можем сложить. В этом случае у нас получится минус единица. Да? Да. Это сложение нормального? Ну, да. То есть, это, на самом деле, тоже еще какое-то получится. Что, если на картинке мы складываем? Или так нельзя? Ну, это не вектор. То есть, не вектор, если на картинке складываем. А, да. То есть, идея... Если... Я просто не хочу очень абстрактно говорить, но вообще абстрактная идея такая. Мы берем набор объектов и производим на концу коэффициантов. Мы можем взять вообще любой коэффициан. Мы можем взять Z2, который мы вначале говорим. То есть, ребро есть, ребро нет. Мы можем рассматривать направленные рёдра. Или мы можем рассматривать действительные коэффицианты. То есть, мы можем рассматривать, там, ребро умноженное на корень из трёх. На самом деле, это особо много ничего не даёт. Но будет полезно. Мы можем вообще какие-то альтернативные на концу использовать. Например, кольцо биологических чисел. Это очень полезно для ребраческих диаметных. Это, по-своему, малого гибеля. Вот так. Вот. Что мы теперь можем сделать? Ещё мы можем ввести такую интересную навешку по оператору границ. Здесь, скажем, граница Е2, это, эти точки. Ещё. Показим. Это A минус B. Ну, A плюс A, потому что он в неё входит. Минус B, потому что он из неё выходит. Ну, опять же, чисто конверсия. Мы можем B минус A здесь. И так далее. А точки с чем создаются? А точки это тоже векторное пространство. То есть у нас есть векторное пространство границ и векторное пространство точек. Ну, граф у нас. У них есть точки, а твой границ. У каждой границы он приписывает точку. И каждый... Ну, то есть, каждый источник имеет облах кардины. Просто и всё. Нет. Это просто абстрактная точка. А, окей. Символ. То есть, нас соответствует этой точки, твой сад, то есть, на этой точки и так далее. То есть, у нас есть некое пространство ребер и некое пространство вершин. Оператор краницы – это штука, которая превращает ребра в вершин. И мы можем заметить такое известное свойство, что, скажем, оператор границы от E2 плюс E4 минус E3 – это A минус B плюс D минус A и плюс B минус D мы инвертируем E3, потому что здесь минус A. Я специально это сделаю, потому что включаем ее на правый и на правый вверх. И получаем валюту. А тут на буковке складываем... Можно складываем на двери? А тут на буковке – это базисные элементы электронного пространства. Ну и складываем как вектора. То есть, у нас есть, ну, на самом деле, например, когда ты складываешь вектор 4A плюс 3B – это вектора, это базис. То есть, у тебя есть базис А, ну, в обычном трехмерном пространстве, двухмерном, да? Вот, например, у тебя сюда направлено, на, сюда, да. Вот, у тебя есть как вектора 4A плюс 3B, есть там 2A минус B. Ты их просто складываешь, получаешь 2A минус 2B. Здесь та же самая ситуация. То есть, A большой, B большой, C большой, D большой. Элементы, базисные элементы некого абстрактного пространства. Сейчас я как-то хитро получил последнего равенства. И шесть, да. Ошибся. И даже плюс 2B. Да, здесь бы даже шестьА плюс 2B. Ну, на самом деле, это было бы правильным, как бы, да? Это, знаешь, очень непонятно. А, так сложили эту связь. Был век, так допустим, A, там равен A большая, не очень большая. 4A – это ну, как бы, точки окончания отрезка, вы поняли, 4... Что это значит? Ну, что это значит значит? Ну, чем-то, ну, тем тем, а, вот у тебя есть есть C2, это E2, который мы называем Ами-2. Значит, 4E2 – это E2… E2 – это Ами-2B? E2 – это Ами-2B – это граница Е2. Ну да. Так, я про него спрашиваю. Ну ладно, слушай, а оператор границы можно применить к сумме, например, V1 и V5? Почему нет? Ну то есть, как бы они никак-то связаны друг с другом вообще? Значит, A минус B плюс E минус D. А, окей. Оператор границы – это линейный оператор. Из одного векторного пространства до другого. Никаких таких глупых ограничений и быть, в общем-то, не может перемененных операторов. Еще раз, у нас векторное пространство над полем с элементами минус один, ноль и один. Там больше никаких элементов нет. Можете сказать так, что все эти точки являются базисом? То есть, нельзя получить… Да, я уже не могу сказать, как говорим. Но опять же, векторные зависимости… То есть, у нас здесь пятимерное векторное пространство над полем с двух элементов. У нас есть базисный элемент A, есть базисный элемент B, есть базисный элемент C, есть базисный элемент D, есть базисный элемент E. Это что касается векторного пространства V. И еще у нас есть векторное пространство R, тоже состоящее из пяти элементов. И один, и два, и три, четыре, и пять. А если я их пространство составляю? Нет, не всегда. Ну, если бы у нас грамот был еще такой ребер, то у нас было бы 6-5 ребера. Мы еще ребер можем рисовать сколько угодно. Мы, просто, такой раз, в случае. Элемент пространства, граница которого равна нулю, как где-то 2 плюс 4 минус 3, называется циклом. Понятно, почему называется циклом? Да, именно, потому что ограбка граница разную, тогда, когда мы совершаем полный цикл и возвращаемся назад. Эти штуки очень удобны тем, что мы можем использовать. Мы можем посчитать просто из-за выбора, не углубляясь в геометрию этого графа. То есть, вообще, если ДФИ равно нулю, то мы говорим, что ФИ будет лежать в ядру оператора ДА. Теперь мы можем рассмотреть еще одну штуку. Мы можем рассмотреть второй граничный оператор, который работает на вершину. Граф в этом смысле не очень интересен, потому что у него все граничные операторы на вершину. Давайте мы рассмотрим граф, у которого можно еще закрашивать грани. Давайте возьмем такую штуку и скажем, что у нас есть еще вот эта грань. Грани тоже ориентированы. То есть, у нас добавляется еще одно любое пространство. Грани. Здесь одна грань. Ничего, что в этой грани четыре точки получается? Ничего, выполнение летим на грани. Это плоский граф. Он на плоскости лежит. При этом грани ориентированы. То есть, мы говорим, что грани направлены либо по числовой стрелке, либо против числовой стрелке. Ну, условно. То есть, вот в нашем концерте коэффициента грани получается ориентированы. Мы можем рассматривать другой вопрос коэффициента. Скажем, просто грани есть, грани нет. А, с направлением векторов Е, ариентация никак не связана? Да, связана в следующем образом. Вот эта графа, граница. Мы называем D2. Вращают ребра в вершину. И теперь, когда у нас появились грани, у нас появился еще один оператор. Который превращает грани в ребра. Но поскольку у нас грань одна, то действия этого оператора фактически задается просто действием на этой грани. То есть, D2 вот так. Это, давайте предположим, что она вот так ориентирована. То есть, это E5. Тут у нас появился еще E6. E5 плюс E6 минус E1 плюс E3. Причем, обратите внимание, что это довольно очевидное утверждение сейчас. Но это довольно важное утверждение в более сложных пневмонических теориях. Что мы не можем... То есть, любому набору... То есть, любому вектору СР, набору грани, не соответствует какая-то определенная... То есть, если мы возьмем, скажем, D2 плюс E4, нет никакой грани, которая соответствовала. Если мы возьмем D2 плюс E4 минус E3, все равно нет грани, хотя есть цикл. Если же мы возьмем вот эти штуки, то грани есть. Таким образом, у нас появляется другое еще понятие. Это граница. А почему у тебя сейчас E2 плюс E4 минус E3 не задает другую грани? E2 плюс E4 минус E3, потому что тут нет грани. У нас есть грани только здесь, у нас здесь грани с Дырковым. Дырковым мы не закрасили эту сумму. А, ну можно и закрасить. Можно закрасить, тогда у нас появится еще одна грани. А. На самом деле, у нас появятся еще две грани. То есть, если мы сюда добавим B, то у нас будет A, у нас будет B и у нас будет A плюс B. Ну, также A минус B, B минус A, B минус A минус B. Ну, вот в том кольце-процентре, которое мы рассматриваем. В чем проблема? Мы теперь можем рассмотреть такие ребра, которые являются образом каких-либо граней. А. То есть, мы говорим, что вот это Psi принадлежит образу оператора D2. То есть, есть такой элемент в области определения D2, который бы дал нам вот эту штуку. Это, собственно, A. Объекты, которые лежат в образе граничного оператора, мы называем границами. То есть, у нас есть два объекта. Есть циклы и есть границы. Причем, обратите внимание, что циклы вот этого оператора D2, границы оператора D2 и циклы оператора D1 принадлежат одному верхнему пространству. То есть, циклы — это ядра, ядра принадлежат области определения, а образы — это образы, они принадлежат области значения. Поскольку у нас оператор один действует так, второй — так, то образ вот этого и ядро вот этого лежат в одном верхнему пространству. А поскольку они лежат в одном верхнему пространству, то мы можем поделать с помощью какого-нибудь алгебра. Вся такое разное. Например, мы можем взять все циклы. И прохактеризовать эту границу. Это понятная операция? То есть, смотрите, вот здесь вот есть, например, три цикла. Вот такой цикл и вот такой цикл. Эти циклы отличаются на границу. А обратную циклу не рассматривали? Ну, тут много циклов, я просто не буду все перечислять. Нас интересует вот такой цикл и вот такой цикл. На этом цикл отличаются всего лишь на границу. Так, существует такой элемент, альфа, который принадлежит границе. Что вот эти циклы, назовем их, назовем их x и y. Это цикл x и вот этот цикл y. Они отличаются всего лишь на границу. Но когда такой цикл существует, что элементы отличаются на этот цикл, мы называем их эквивалентными. То есть, здесь мы называем вот эти циклы два, вот этот цикл и вот этот цикл эквивалентными, потому что они отличаются на границу. То есть, мы можем, идея в том, что мы фактически можем вот эту штуку взять и сдвинуть по границе. И она может по границе пройти, потому что граница здесь есть. Поэтому мы говорим, что вот один цикл и вот один цикл большой эквивалентный. Вот таким образом мы сравниваем про пространство, только соотношение эквивалентности. Понятно или еще объяснить? Давай еще один цикл, да. Ой, нарисуйте. Ну, давай посмотрим на неэквивалентный цикл. Давай. Вот у нас есть один цикл и другой цикл. Они не эквивалентны. Потому что нет границ никаких, которую можно было прибавить к этому циклу и получить больше цикла. Только одну, а если две границы будут, без разницы. То есть, две границы это тоже границы. Потому что сумма двух границ, это граница по определению. Вот эти циклы принадлежат разному басову эквивалентности. И они дадут нам два элемента в этом факторе пространства. Это дырки. Дырки. Да. То есть, фактически все, что мы делаем, мы считаем дырки. То есть, дырки, это то, что имеет цикл, но не имеет границы. Вот таким образом мы считаем дырки за счет того, что дырки имеют цикл, но границы не имеют. Там, да, у тебя нос. Как ты ждешь? Та, да, у тебя нырки. Та, да, да, у тебя есть нормальный рисунок. И я как, там, не знаю, это как наносит в гампе. И значит, в гампе может быть чем-то, а не надо. В талант. Это пространство мы назовем H1 в модуль первой экономологии, ну или электронное пространство второй экономологии. Здесь будут два элемента. То, что в этом пространстве вдвоем, это говорит о том, что в этом графе будет дырки. Мы могли бы ввести на самом деле еще один операбор, мы могли бы ввести дырку, который берет любую вершину и делает из него ничего. То есть любая вершина принадлежит к дыру до 0. То есть фактически торжественно обращать вершину до того, что вершины больше никаких. То есть любая вершина – это граница. И могли бы посчитать тогда H0, которая равнялась просто дырку до 0, то есть всему пространству вершин. Профакторизованному по образу D1. D1 – это, очевидно, тоже почти все вершины. Потому что каждая грани имеет две вершины. Но не совсем две вершины. Это разности всех вершин. И вот если бы мы посчитали это, мы бы увидели, что вот у этого графа это пространство состоит из единичного элемента. И больше ему ничего не было. Но если бы мы взяли вот такой граф, из вот этого и этого, то мы бы увидели, что здесь не из единичного элемента, а просто из одного партизного электро. Вот у такого графа H0 состоял бы из двух элементов. То есть H0 фактически считает просто элементы связанности. Размерности этих пространств связаны с числами 5. Дима H1 называются Х1, Дима H0 называются Х1 и так далее. Что сказывается теперь как эллировая характеристика и гоморогия сперозона? Ну вот так и связано. На значку. На значку как формулы. Число вершин – это у нас все размеры с нашего пространства. А дальше К1, канал H0. А фейлеровые характеристики? В общем, это размерность. А давай минус К1, плюс К2, минус К3, плюс К4, минус К4, и так далее и так далее. Да, мы начали, что у сферы… Ну, сферу мы можем тоже треангулировать, пока треангуляции рассматривать. То есть здесь мы рассматривали плоский граф, но нам ничего ему мешает этот граф собернуть и сделать из него сферу. И вот вся вот эта математика будет там работать, продолжать. У сферы К3 уже нулевую, потому что у сферы нет трехмерных поверхностей и, соответственно, там пустое электронное пространство. Поэтому вот эта сумма для сферы огрывается вот здесь. И как ни будет, она равна 0, если ее посчитать. Если взять треангулированный торт, то эта сумма будет равна 0. То есть треангулировая характеристика – это просто вот такая вот комбинация размерностей модулей гомологии. Ну, вообще, я постоянно говорю модули, потому что реально вот эти вот штуки – пространство вершин, пространство ребер, модули гомологии – это не векторное пространство обычно, а модули. Потому что векторное пространство, по определению, это то, что задано на поле, ну, где можно делить, нас не считает в своих случаях, где можно делить. Например, мы можем рассматривать гомологии с целыми коэффициентами. То есть мы можем говорить, что у нас одна этой вершины, две этой вершины, три этой вершины, там, минус две этой вершины, минус три этой вершины. Целое число друг на другую всегда нужно делить, поэтому о векторном пространстве тут говорить не совсем корректно, но мы можем чуть-чуть расшириться. И векторное, то есть почти векторное пространство, но не на поле, а на кольцом, где нельзя делить, называется модуль. Поэтому правильно эти штуки в общем случае называть модуль. Какое отношение это имеет к собственным топологиям? Вообще говоря, непосредственно от самого прямого, потому что модули гомологии при непрерывных деформациях не изменяются. Но это довольно очевидно. Во-первых, как их, собственно, считать? Ну, для преангулированных объектов понятно, но никаких проблем. Тут может возникнуть вопрос еще, не зависит ли у нас в вычисленной модуле от конкретной триангуляции, но очень просто показать, что не зависит. Потому что если у нас есть две триангуляции, мы всегда можем рассмотреть более детальную триангуляцию, в которую входит и та, и та. Ну, то есть симплексы, треугольники вот той триангуляции и треугольники вот этой триангуляции будут присутствовать в более точной триангуляции. И можно показать, что в модуле гомологии вот эта триангуляция совпадает и с этой, и с этой. Поэтому от триангуляции эта личная не зависит. При имперированной деформации она чуть ли не тоже не меняется. Поэтому она является теологическим вариантом. Проблема только в том, что нам нужна триангуляция. Не всегда удобно, поэтому есть даже в алкогерической технологии достаточно большое число гомологической теории, которые все практически эквивалентны. Во-первых, мы можем рассматривать так называемую симплециальную гомологию, которая тоже построена на триангуляциях, но на триангуляциях кривыми симплексами. То есть мы можем взять треугольник и отобразить его в пространство как гомология, которую мы хотим посчитать. То есть вот у нас на трое есть сфера, то есть просто триангуляция разговаривает то, что у вас треугольник, ну треугольник, он плоский. Но в принципе вы можете взять плоский треугольник и как-то непрерывно отобразить на сферу. Ну и таким образом можно эту сферу выносить. Здесь работает абсолютно тот же самый механизм в итоге. И это называется специальной гомологией. То есть это такая очень регулярная простая вещь, которая еще потому что довольно наглядна. Есть более, так сказать, я не забыл сказать. Давайте вернемся к графу. У нас есть три векторных пространства. Грани, треугольник и вершины. Есть три оператора, которые между этим пространством действуют. У Д2 и Д1. Ну, как я и говорил, мы еще можем внести до 0, который просто выбирается 0. И мы можем внести еще до 3, который делает вот так. То есть он тоже всегда N переводит в 0, он треугольник. То есть если до 0 любой B переводит в 0, то у Д3 вообще нет выбора, то если только 0, он просто только 0 отображает в 0. Вот это что-то называется дифференциальным комплексом. Ну, а не гомологическим комплексом. Набор электронных пространств и отображений между ними таких, это важно, что... что образ лежит в гидре. Ну, для графа тоже понятно, почему надо происходить. Потому что в любой границе есть всегда цикл, где вокруг нее. Для более обстрактных и конкретных комплексов не всегда это понятно, но... в геометрии это довольно очевидно. То есть вот такой набор пространств и отображений, которые удовлетворяют вот этому соотношению, называется дифференциальным комплексом. В принципе, для общего развития еще можно сказать про так называемую сингулярную гомологию. Ее идея заключается в следующем. А вообще, кстати, все знают, что такое симплекс? Да? Ну, n-синфлекс. Ну, это вообще точек-треугольник. То есть 0-синфлекс это точка, 1-синфлекс это прямая, 2-синфлекс это треугольник, 3-синфлекс это тетрады и так далее. То есть их можно очень просто построить как, если мы возьмем n-пространство и рассмотрим набор точек, в точек одной прямой. Ну, практически на одной прямой, да. Таких, что иксы. Моголь иксы это больше нуля. То есть они лежат все вот в первом квадрате. И сумма иксы равна единице. Ну, как раз получит у нас синфлекс. То есть в трехмерном сообществе. Ну да, в двухмерном. Это множество точек выглядит как прямая. Мы получаем 1-синфлекс. В трехмерном случае это множество точек выглядит как треугольник. Мы получаем 2-синфлекс. В трехмерном пространстве мы получим 3-синфлекс и так далее. Там может больше явно были и точки не попадают в жанр. у нас в трехмерном пространстве. Угу. Угу. Вот. Это мы будем называть СН. Угу. Теперь если мы, если у нас есть какое-то пространство, мы можем рассмотреть вообще все непрерывные отображения из СН. То есть все, которые, то есть среди них будут константные, которые просто схлопал бы весь симплекс в точку, среди них будут какие-нибудь там совсем кривые. Ну, главное, чтобы они все были непрерывные. То есть вообще все отображения. То вот этот объект, вот этот альфа, конкретный альфа, называется сингулярным симплексом. Ну, сингулярным, потому что там есть сингулярные. Совсем кривые. Вот. И сингулярные симплексы тоже образуют дифференциальный комплекс. Ну, понятно, да? Дифференциальный оператор на альфа-м должен работать так, что он берет границы вот от этой штуки от СН. На СН мы умеем считать границы. Поскольку задано отображение из СН M, то нам также задано отображение границ из СН M. И мы знаем, как будет дифференциальный оператор. Вот. И вот это нам тоже дает дифференциальный комплекс. Мы можем по нему посчитать сингулярную гомологию. И есть, собственно, теорема о том, что вот эти штуки и вот эти штуки для многообразия равны. То есть, нет совершенно никакой разницы считать сингулярную гомологию или специальную для многообразия. есть более нерегулярную структуру, для которых это уже не работает, но она какая-то безразлична. Ну и еще, в принципе, широко распространенная вещь – это всегда будет гомология. Так называемая гомология, так называемая гомология клеточных комплексов со слабой топологией. Ну, это вообще прериальная вещь. Это просто такое некое упрощение специальной гомологии для того, чтобы там много не надо было считать. Идея в том, что практически любое топологическое пространство такое регулярное пространство, мы можем получить склеивая объект, которого мы называем клетками. То есть, это либо круги, прямые, точки, шары и так далее. То есть, если мы вот к этой точке приклеим круг, мы получим сферы. А если точки прямую? Если точки прямую, то прямую. Ну, опять же, смотря как ты ее приклеиваешь. То есть, если вот так приклеиваешь, то получишь круг. Ну, и из этой штуки сфера можно тоже получить приклеиваю вот так. То есть, ты берешь точку и приклеиваешь круг. Каждую точку краницы этой фигни и получаешь сферу. И вот точка, в которой мы все-таки фигни. Смотрим и склеиваем. Вот. Для этих комплексов тоже, очевидно, можно определить операторы границы таким же образом. И вот этот набор и правило склейки дает нам то, что обычно называются целогомологиями. И так далее. Нам это не очень интересно. Это такое, такая не вещь в себе, но это такая штука, с которой очень легко работать. И, наверное, всяким математикам, учающимся, в качестве упражнений такие штуки дают, больше, в принципе. Ну, то есть, по сути, было проще даже. Нет. То есть, это просто очень такой простой комплекс, из которого можно свести почти любое пространство. Вот. Это, что касается гомологии в алгебраической топологии. Естественно, есть более сложная теория. Есть алгебраическая геометрия, где гомология очень регулярна. Есть вообще такой раздел, который называется «Гомологическая алгебрая», который изучает просто комплексы в отрыве от каких-то любитоклонических пространств. Вот. Но нас интересует только вот эти штуки. Но, в основном, у нас не совсем какие-то штуки интересуют. У нас интересует дуальное объекты, которое называется полгомология. И вот здесь мы возьмем дифференциальный комплекс. И вот здесь мы возьмем дифференциальный комплекс. Где R в этом модуле над каким-то кольцем? Назовем его R. Мы рассматривали кольцо из плюс один, минус один и нуля. В принципе, мы можем рассматривать кольцо действительных чисел. В конкретном для хромологии нам будет удобно рассматривать кольцо действительных чисел. Мы можем рассматривать вот такие отображения. Линейные. То есть, фиарен – это линейное отображение из оконав R. Похurai, вод aqu gelerntм Road, бolar H, то то есть, он берет один вектор – сделает из него число. Берет другой вектор – делает из него число. Берет третий вектор делает из него число и делает это линейно. То есть, фактически, это ковектор. Он с вектора делает число, то есть взрыв без Orgy. Например, да. При этом разных фея много, разных ко-векторов много, и все фея образуют векторное пространство, которое мы называем дуальным МН, то есть это ко-верторное пространство. При этом что у нас получается? Если у нас есть фея, то какой-то элемент фея действует на МН, и получается число. Но с другой стороны, у нас есть дифференциальный оператор ДМ, который из МН делает МН-1, и теперь мы из М-1 можем воспользоваться вот этим коллектором и сделаем число. Давайте лучше не записать фея большая, потому что фея маленькие будут использовать для элементов. То есть оператор, который сначала делает ДМ, а потом делает ФЕМ-1, это оператор откуда? ФЕМ-1. Что это сегодня? Да, это оператор, который лежит в ФЕМ. ФЕМ-1. Ну, это, смотри, вот, то есть ДМ, то есть что такое. ФЕМ-1 это штука, которая здесь делает ФЕМ-1, МН-1. ФЕМ-1, а ФЕМ-1 делает из МН-1, Р. А ФЕМ делает из МН, Р. Теперь, если мы с композиционером вот это и вот это, мы можем пройтись вот так, и мы получим оператор, который делает из МН, Р. А это как раз оператор вот такого вида. То есть вот эта штука должна принадлежать вот этой штуке. Это называется УБЭК. Ну, то есть фактически за счет того, что у нас есть отображение, у нас дифференциалы действуют в обратную сторону. То есть на этом пространстве ДМ, то есть на модулях МН дифференциалы действуют в ту сторону, но на модулях ФИМ дифференциалы начинают действовать в обратную сторону. То есть вот эти дифференциалы индуцируют другие дифференциалы, которые действуют в обратную сторону. То есть фактически вот эта вот штука, это отображение из ФИМ минус первого, ФИМ, мы можем назвать вот словно это кодифференциалом. То есть вот это отображение просто индуцирует вот такой кодифференциал. Переваливая концепцию. То есть просто за счет того, что функции таким образом позиционироваться, мы можем кодифференциал. То есть мы можем сделать pullback и получить такую штуку. И вот эта штука теперь индуцирует свою комплекцию. Здесь у нас будут уже кодифференциалы. Ну да, но официалов можно видеть сейчас. Никакого вообще фундаментального отличия между вот этим дифференциальным комплексом и любым другим дифференциальным комплексом нет. Можно показать, что вот такой pullback сохранит требования того, что образ лежит в липле. Ну вот тоже довольно привязан. Поскольку D удовлетворял, то и D старт будет удовлетворять. То есть вот эта штука, которую мы здесь записали за счет того, что рассмотрели все корректора, которые у нас существуют в количестве коэффициентов, будет дальше дифференциальным комплексом. Модули гомологические, построенные по такому комплексу, называются модулями когомологии. Есть тема паланкара, что, например, в синкрециале в одной лицерой или сингулярной гомологии и когомологии изоморфны. То есть реально когомологии выглядят, на первый взгляд, излишними. Ну, потому что когомология вот эта, модуль когомологии, будет в точности изоморфинана модуль гомологии из комплекса, который индукцировал этот комплекс. То есть, казалось бы, это довольно бессмысленная операция, но на самом деле нет. Есть две причины, которые отобраться не бессмысленны. Первое, вот эти R кольца, которые мы отображаемся, которые мы строим корректора, они обладают умножением. Поэтому когомология, вот это умножение, дальше можно индукцировать в умножение модулей когомологии. Да, кстати, операторы, ну, то есть ядра и образы будут здесь называться кограницами и коциклами. В интуитивном топологическом пространстве граница – это что такое цикл. Цикл – это отображение окружности пространства. А коцикл – это, соответственно, обратная штука. Ну, поскольку у нас направление стрелок поменялось, то если гомологии были факторы пространствами циклов по границам, то когомология – это факторы пространства ко границ по коциклам, наоборот. За счет того, что у нас ковектора, мы можем перемножать ковектора из разных элементов. То есть мы можем взять коллектор, который принадлежит, скажем, катому модуну и коллектор, который принадлежит к этому модуну. И умножить их друг на друга таким образом, что это будет просто действие катого коллектора. То есть когда мы их свернем с векторами, здесь будет стоять вектор, который принадлежит к комка, здесь будет стоять вектор, который принадлежит к комке. Поскольку и это число, и это число, например, кольца, то это можно просто друг на друга умножить. Вот такое произведение, комодули, индуцирует произведение на томологиях, которое называется кап. То есть мы получаем возможность умножать вот эти штуки. Евристически это такой способ склеивать и разрывать границы. Но на самом деле это не очень дальше способ на это смотреть. Я сейчас про это произведение не хочу много говорить. Оно очень важно в теории представлений. Возможно, оно даже понадобится, но тогда я, если бы на месте разобрался, тогда можно очень глубоко взять. Вторая причина, по которой к кокомологии полезна, это диаленограмм. Если мы вспомним, что такое дифференциал. Ты помнишь, что такое дифференциал? Одномерный, а я думаю, какой? Вообще дифференциал. Дифференциальная форма. Дифференциал. Дифференциал. Я помню, что д квадрат, а не дулю. Дуная. Дифференциал. 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 Просто одно и то же записано на разные вещи. И любой комплекс должен просто этому удовлетворять. И вот как раз то, что д квадрат равно 0 у дифференциалов, позволяет по ним построить дифференциальный комплекс. Ну, дифференциальный форм. Что такое специальная форма? Что такое вектора? Вектора это... Ну, это совокупность чисел. Вектора. Вектор на многообразии. Не вектор на пространстве, а на многообразии. Векторное поле. Хорошо. Касательное пространство. Хорошо. Касательное пространство. У меня прям вам это открыто. Касательное пространство это росток структурного пучка. Такого локационного пространства. Ну, давайте тогда повторим. Вот представьте себе, что у нас есть какое-нибудь пространство. Например, поверхность сферы. Интуитивно мы можем к какой-то точке построить касательное пространство в этой сфере. Да? Ну, это работает довольно хорошо интуитивно, при гладких многообразиях. Ну, то есть вообще дифференцировать можно только на гладких многообразиях. Это довольно наглядная картинка, пока у вас размеренность какие-то пространки. Если у нас большое пространство, то нам не очень понятно, как будут что-то устроить. Во-первых. Во-вторых. То, что мы сферу нарисуем на пространстве, подразумевает то, что мы эту сферу встроили в какое-то пространство. А вообще говоря, сама по себе сфера либо встроенным не обязана быть. Она может существовать просто сама по себе абстрактно. Ни у кого это возражение не вызывает. То, что она может существовать не встроенное какое-то пространство, как она нарисовала, а просто вот как набор точек и связанность между этими точками. Поэтому вот когда она существует абстрактно, как набор точек, а именно такую штуку мы очень не рассматриваем, то эту плоскость просто негде нарисовать касательно. а касательно пространства лучше думать вот так. Давайте возьмем отрезок. Например, минус один-один. Это на цветок. Мы говорим, что они полнадцать. Рисует всякие кривые производства. Да, мы берем набор отображений. Таких, что фи от нуля равняется какой-то определенной точке. То есть, все эти кривые проходят через какую-то точку. То есть, т.к. кривая, т.к. кривая, т.к. кривая, т.к. кривая, т.к. кривая. Так далее. Эти кривые могут касаться, а могут не касаться. Поскольку у нас вот эта штука обычно снабжена гладкой структурой, т.е. отображениями в ра, где мы имеем дифференцирование, мы можем понять, что такое касающиеся линии, а что такое не касающиеся линии. Теперь, если мы рассмотрим все классы линий, которые касаются, т.е. мы берем одну линию и все, которые к ней касаются, один класс. Мы берем другую линию и все, которые к ней касаются, другой класс. Третью линию и все, которые с ней касаются, третий класс. то мы получим объект, который видел себя подозрительно похожим образом на векторное пространство. Потому что мы вот эти в траектории можем складывать, и сложение будет выглядеть как векторное пространство в этом факторе по косам. И умножать на коэффициенты. То есть вот эти кривои, еще способ надо смотреть, у каждой кривой в этой точке есть касательные вектор. Вот это как раз то, о чем мы говорим. Весь набор таких векторов образует касательное пространство в этой точке. Теперь, если мы возьмем и склеим все-все-все касательное пространство, вообще к каждой точке. То есть у нас в одной точке касательное пространство, к другую впреки. Если мы это все склеиваем, то у нас получается вектор у нас своими. К касательному пространству можно ввести дуальное пространство, ко-касательное. Которое из него делает число. Из вектора из касательного пространства делает число. Это как называемое ковекторное поле. То есть в касатном расстоянии же ковекторное поле 0,0, а в ко касатном расстоянии же ковекторное поле. Колеккая поле мы также называем дифференциальной формулой н 1. Почему мы их называем дифференциальными формулами? Потому что должно быть один в whisk это дифференциальное отображение. Если мы рассмотрим отображение, скажем, из этого пространства точнее, как кодиффицированного отображения. Если мы рассмотрим отображение из этого пространства в это пространство, в какое-нибудь другое. Скажем, вот эта точка идет сюда, вот эта точка идет сюда, вот эта точка идет, примерно сюда. Такое главное, например, отображение сферы. Мы любой вектор отсюда, вектор из касательного пространства, точно, можем преобразовать в вектор касательного пространства здесь. Почему мы это можем преобразовать? Потому что мы помним, что вектора – это фактор пространства классов кривых. Кривые могут отображаться сюда. То есть у нас был набор кривых здесь, мы этот набор кривых с помощью альфа можем отобразить сюда, после чего мы можем вычислить, в какой из факторов пространств наше отображение попало. То есть вот эта альфа индукцирует отображение между касательным пространством. То есть, если у нас есть альфа из m в n, то у нас есть также и дифференциал альфа, который преобразует касательное пространство m в касательное пространство m. То есть, например, если у нас есть функция из m в r, то дифференциал преобразует m в просто число. Если у нас есть отображение из m в r, из действительных чисел в действительные числа, то этот дифференциал ведет себя в точности, как дифференциал логики из анализа действительных. Но поскольку у нас есть дуальное пространство к t, то у нас есть и pullback. То есть, вот этот дифференциал индуцирует pullback на т стороне. Вот как мы с комплексами только что разбирались, там есть pullback, так и здесь. Здесь у нас есть альфа с звездой сверху, которая отображает t со звездой 5 в t со звездой 5 наоборот. И теперь, если мы возьмем произвольную функцию альфа и вычислим его как дифференциал, мы получим какую-то дифференциальную форму. То есть, зачем это вообще нужно? Мы можем взять любую функцию и продифференцировать ее, получить дифференциальную форму. То есть, у нас есть, причем этот дифференциал линейный. Смотрите, у нас есть пространственные функции отображения. Есть кодифференциал касательно пространства первого порядка. Вот этот. Лямбда первое – пространство дифференциальных форм. Так вот, оказывается, что дальше мы можем построить дифференциальные формы второго ранга, третьего ранга, четвертого ранга и так далее. То есть, дифференциальная форма первого ранга строится так. То есть, например, как мы можем построить лямбда-2? Мы можем взять лямбда-1 танцором на лямбда-1 и взять его в антисиметричную часть. Атисиметричную, потому что мы ожидаем от дифференциалов то, что они будут атисиметричными при перестановке. Ну, просто когда мы дифференцируем, мы хотим, чтобы так себя вели. То есть, вот здесь, скажем, пусть у нас в лямбда-1 есть базис. Е-1 и Е-2. Ну, скажем, вот у нас была сфера, дуальное, ну, ко-касательное пространство в точке имеет базис. Е-1 из двух хекторов. Базис тазерного произведения будет состоять из четырех хекторов. Е-1, Е-1 на Е-1. Е-2 на Е-2. Е-1 на Е-2. Е-2 на Е-1. При этом эти, вообще говоря, равны в точности до минуса. А вот эти, ну, точнее, если мы возьмем атисиметричную часть, вот эти штуки симметричны, поэтому мы их не будем произновляться. А вот эти равны с точности до минуса. И вот этот элемент мы называем Е-1, В-1, Е-2. При этом мы говорим, что он равен минус Е-2, В-1. Это дифференциальная форма второго рамка. Ну, точнее, ее базисные элементы. Обычно, правда, эти базисы называют Е-1, Е-2, Е-3, а Д-Х. То есть у нас были элементы Д-Х-1 и Д-Х-2. И теперь есть элементы Д-Х-1, В-Х-2. Теперь нам осталось научиться дифференцировать вот эти штуки, чтобы получать из них вот эти штуки. Ну, это довольно просто. Можно показать, что аксиомы, которые мы ожидаем от дифференцирования, именно правила Лебедница, выполняются только в том случае, если у нас есть, например, дифференциальная форма Д-Х. 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 записывается вот так. Ну, это просто единственная формула, которая работает. Все остальные не выполняют правила ледницы. Мы сразу можем заметить, что у нас дифференциал от дифференциала равен 0, потому что dx это, hdx это равен 0, без антисиметричности. Соответственно, после того, как мы продифференцировали здесь, у нас в каждом члене будет... Ну, то есть, у нас мы умножили уже на все xj, у нас нет никаких свободок. Поэтому, когда мы еще раз продифференцировали, все становится... Ну, то есть, если мы еще раз продифференцировали, у нас будет три суммы. Дальфа кита, это главка, dx, 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 dx. А динексы в бодисоме пробегают все параметры, поэтому эти штуки всегда звонили за свою антисиметричность, мы их можем всегда перевернуть, и они вычтутся друг с другого и до другого. А частные производные 2 аппараты тоже становятся равными, как и всегда. Да. То есть, мы сейчас говорим только о гладком многообразии. Вот именно из-за этого мы занимаемся. Мы можем продолжить дифференцирование таким же образом. То есть, мы можем видовать лямбл 3, лямбл 4 и так далее. На сфере мы лямбл 3 уже не можем сделать, потому что у нас есть только два базисных вектора, а мы больше ни на что не можем умножать. Таким образом, скажем, для двухмерных мы контактируем. То есть, вот этот дифференциал. Вот я квадрат, другая по нулю. И мы получаем вот такой вот комплекс. Точнее, к комплексу. Потому что он направлен в сторону увеличения индекса, ну и реальный объект. Вот эти штуки это дифференциальная форма. Эти штуки это дифференциальная форма. Эти штуки это дифференциальная форма. Мы можем теперь взять и просто посчитать модули. И это то, что мы называем n-ным модулем, n-ным кагомологическим модулем Дерама. Так вот, есть такая теорема, называется теорема Дерама. О том, что симплециальная кагомология и кагомология Дерама бизоморфны. То есть, мы можем триангулировать пространство и треугольничками посчитать его модули. А можем рассмотреть дифференциальную геометрию на этом пространстве. И окажется, что дифференциальная геометрия работает в точности так же, как и дифференциальная кагомология. Это очень важный вывод. Это как раз показывало то, что, например, если мы возьмем плоскость, то у плоскости все модули, то есть дифференциальный комплекс точен. Это значит, что все модули тривиальные. Все образы равны ядрам. То есть, у плоскости нет никаких тривиальных дыр. И на плоскости из-за того, что все модули равны ядрам, любого... Скажите, если у нас есть какое-то поле циркулирующее, оно обязано где-то обновляться. То есть, мы не можем иметь циркуляцию без занувлений. Это как раз... То есть, геометрически это следствие точности комплекса, а аналитически это вызывается из-за того, что, поскольку комплекс точен, у нас вот эти штуки... Это... ...процепия, ну, такого... ...процикла. И... ...не может быть ко границам. Обязательно должно быть на два точек. Если же мы из пространства извлечем, скажем, вот эту штуку, то у нас уже циркулирующие дары не обязаны задвигаться, они могут существовать во всем пространстве глобально. Ну, это вот, собственно, как... То есть, вот отсюда прямо теоремый сток соскользует... ...постел из анализов. То же самое относится и... ...к более сложных пространствах, к натоле, например, такая же ситуация. То есть, натоле возможны поля, которые... ...поля, которые нигде не зануляются. На сфере таких поля невозможны. Именно из-за того, что... ...H1... ...либо тривиален, либо нетривиален. Ну, реально нам понадобится не совсем... ...это штука для классификации некоторых траекторий. То есть, вот она понадобится... ...эффициальная комплекция для классификации некоторых... ...траекторий фазово-пространственной системы. Вот, это, по-моему, все, что хотел сказать сегодня. Вопросы есть? Еще. Здесь мы ее капали, да. Ну, как кручишь? Ну, как кручишь? Ну, наверное, все. Ну, наверное, все. А теперь он стоп.